Девушки отдыхают Это Донской район города Москвы Здесь я родился в 1999 году Закончил детский сад, школу, мой институт находится в Донском районе Здесь я участвовал в выборах Это были муниципальные выборы, они проходили в 2017 году Я тогда только выпустился со своей школы Я баллотировался против действующего директора своей школы, из которой я только что выпустился На акциях 27 числа свободные люди, в основном молодежь, вышло поддержать выдвижение независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Кандидатов не допустили И именно по этой причине мы собирались каждые выходные в разных местах Москвы Я участвую в несогласованных акциях 2016 года И таких дубинок, как в этом году, этим летом, я еще не видел Я увидел самый безобидный предмет, это была пластиковая бутылка объемом 0,33 И от отчаяния, вот в этой, конечно, вот в этом столкновении, в этой массе людей я ее кинул в сторону сотрудника Два дня меня придержали все в спецприемнике И, конечно, я тогда еще не знал, что пока я уже находился в этом спецприемнике, на меня уже было составлено уголовное дело по 212 статье В течение 10 дней происходит суд, и он определяет уже меры пресечения Домашний арест, либо заключение под стражей Ну, всем дали заключение под стражей на 2 месяца И отправился в СИЗО Я работал в штабе у кандидата в депутаты в Московскую городскую думу Кирилла Гончарова Он должен был принять участие в этих выборах К сожалению, власть так решила, что она не может допустить честного, молодого, образованного человека до выборов в Московскую городскую думу Сегодня я все равно поставлю подпись, отдам свою галочку в его поддержку КОНЕЦ Политика оппозиционная в стране может из малейшей какой-то неаккуратности превратиться в посадку Мама не отговаривает меня никогда от политики Она меня отговаривает просто от эмоциональных каких-то порывов, которые произошли с этой бутылкой А во всем остальном она меня полностью поддерживает Я очень рад за то, что моя бабушка не так сильно переживала, как могло быть Это пожилой человек, и я очень рад, что она, можно сказать, такое хладнокровие к этому проявила Вообще я активно и детей подключаю к этому Не то, что там, я живу в этой стране, меня как страна устраивает Я и в комсомоле была, и в партии была, у меня навечно хранение все документы И во дворе старший по дому Я не могу это равнодушно проходить И Валеру я поддерживаю, Валера всегда, вот весь дом за него Если что-то надо к нему, хотя и молодой, он к нему обращается, он идет в управу, добивается Конечно, мне неприятно, что сейчас происходит в моем родном городе И хочется как-то поддержать и брата, и оппозицию Я до этого была слегка увлечена политикой Но после задержания Валеры я не могу сказать, что я стала еще больше Но, конечно, меня это разозлило Это мне не понравилось, потому что я знаю, что Валера не преступник И не он должен сидеть, если вообще кто-то должен сидеть И какую-то определенную злость во мне это проявило Да, Михаил Рубин, заместитель главного редактора издания проекта Делаем расследование Да, ну вот мы как раз разбирались с тем, как так произошло И допустили вот этих всех оппозиционеров на выборы Почему? Потому что сторонники Навального, как только они участвуют в каких-то выборах Получают депутатские мандаты Они становятся легальными публичными политиками Дальше у них там рождаются в голове какие-то безумные страшилки Что они пройдут в Московскую городскую думу Станут влиятельными людьми И оттуда им будет легче пройти в 2021 году в думу государственную И вот там уже мутить воду А теперь про повод Мэрия Москвы перед выборами еще весной заказала опросы общественного мнения Некоторые кандидаты, как мне рассказывали, не могли просто поверить, когда они увидели социологию Им социологию принесли, а там какие-то безумно маленькие цифры Как только чиновники мэрии принесли эти результаты и Собянину, и в администрацию президента России То есть федеральным властям Они тут же получили добро на то, чтобы никого не пускать Не надо тоже опять думать, что люди вот сидят, тихо ненавидят Путина с Собяниным И обожают и восхищаются Навальным Неправда Люди реагируют на первое несправедливость Какую-то совершенно очевидную И второе, ну там это сленг, зашквар какой-то То есть что произошло? Люди вдруг видят, ну на Навального многие подписаны в соцсетях И вдруг все люди видят, что Значит они, ну кто-то там сосед дал подпись В поддержку кандидата Ну потому что уговорили там эти кандидаты от Навального Они очень были активны Вот в моем районе они беспрерывно стояли Значит он дал подпись А потом эта подпись признана фальшивой Это же бред Ну то есть когда люди такое видят Ну какой-то очевидный бред Вот это раздражает, вот это выводит людей на улицу, конечно Мы правозащитная медиа С самого первого дня у нас есть горячая линия На которую звонят задержанные И рассказывают нам о том, что их задержали А мы про это пишем Новость, которая потом используется С одной стороны всеми другими медиа А с другой стороны правозащитными организациями Юристами, чтобы этим людям помочь Человек звонит из автобуса То есть его задержали, посадили в автобус Он звонит и говорит Вот нас здесь 10 человек Мы такие-то, такие-то Передает телефон по кругу Все называют свои имена, кто хочет назваться И мы сразу понимаем, сколько их И потом они нам сообщают, куда их привезли В какой отдел За вот эти 7 недель протестов И было задержано примерно 2700 человек А на Болотной, по нашим данным Было задержано 600 человек Если сравнивать с предыдущим рекордом Это было в 17-м году На акции Навального 26 марта Задержали 1050 примерно Текущие протесты формально начались Отказы в регистрации независимых кандидатов Но они довольно быстро превратились В протесты против репрессий как таковых Потому что людей начали не только задерживать Но и арестовывать, сажать в тюрьму И так далее В таком количестве и так репрессивно И так просто, беззаконно, безнаказанно И беспардонно Это началось вот после 12 июня Людей избивали Военкоматы стали говорить Что сейчас мы будем проверять всех задержанных Приставы судебные Сейчас мы будем проверять на долги всех задержанных Они сердятся, они злятся Они видят наконец, что происходит в нашей системе Начиная с ОВД, заканчивая судами Первое событие, которое стало поводом для создания ОВД-Инфо Это был протест 5 декабря 2011 года На следующий день после выборов в государственную долгу Когда я пришел, было 5 человек всего А сейчас нас 35 Начинали все-таки с задержания Москвы А сейчас мы занимаемся, консультируем людей по всей стране Естественно, мы растем, потому что растут репрессии То есть растет спрос на наши сервисы И как бы на то, что мы делаем С другой стороны, мы растем, потому что Осознание в обществе необходимости каких-то коллективных действий И понимание, что это все надо поддерживать Сильно за эти 8 лет выросло И вот этот момент, насколько общество мобилизуется И действительно коллективно выступит против репрессий От этого будет зависеть, какие эти репрессии будут Насколько они дальше будут расти Какое количество посадят Какое количество отпустят Московское дело, которое сейчас идет Там людям вменили статью за то, что человек кинул пластиковый стаканчик В сотрудника Росгвардии За то, что дернул за шлем сотрудника Росгвардии За то, что, не знаю, дотронулся до сотрудника Росгвардии Вот это все уголовные дела у нас Согласно соцопросам 40% граждан России по всей стране Не москвичей Считают, что полиция действовала чрезмерно брутально Не одобряют эти действия разгона Важно, очень важно, что даже среди тех людей Которые получают информацию из телевизора Существенная часть не одобряет происходящее В смысле, не одобряет репрессии Поддерживает протесты И не верит официальной версии происходящей Владимира Путина в большинстве с вами все-таки поддерживают Хорошо, это плохо, но это правда По-прежнему крымский консенсус, он потихонечку от него уже наступила некоторая усталость То есть, да, это все здорово, все очень хорошо Путин молодец во внешней политике, как считает среднестатистический россиянин Но все время вот этим вот бравировать невозможно Но это не может долго играть Потому что, а где там еда, где рост уровень жизни, а почему он падает Это накапливается Плюс проведенная недавно пенсионная реформа Повышение пенсионного возраста Умное голосование Это идея Навального Что нужно голосовать за Значит, да, большинство его соратников не было зарегистрировано Но ни в коем случае нельзя голосовать за единоросса Нужно голосовать за оппонентов власти Которые, значит, наиболее рейтингово в этом округе Разница между Единой Россией и другими системными партиями типа КПРФ Она небольшая Поэтому эта идея с сомнительным голосованием Она действительно людей очень часто разобщает Единую Россию в Москве не переносят давно Поэтому был придуман такой банальный ход Чтобы, да, действительно сделать всех претендентов самовыдвиженцами Я не хожу на выборы Почему? Категорически против ходить на выборы Не верю никому Не ходили и не пойдем Не считаем их легитимными и честными А вы как относитесь к протестам, которые были? Не поддерживаем их тоже Потому что надо в правовом поле выражать свое мнение Но и не поддерживаем действия властей Которые были слишком агрессивными И слишком пушили простых сограждан Отрицательно, в принципе Я не люблю, когда раскачивают ситуацию В принципе, меня устраивает сейчас, что происходит в стране Я считаю, что это безобразие Я считаю, что издеваются над молодежью Используют их как уличное мясо Мне очень жаль тех родителей Жаль этих детей Которые занимаются этой... Не буду говорить В общем, я считаю, что это ужасно, отвратительно, мерзко Поп-гапон Вот та же самая ситуация Кого там допускать? Мертвые души, которые были подписаны? Поэтому совершенно правильно, что их не допустили Я испытывал положительные эмоции, когда участвовал в умном голосовании Потому что мне кажется, именно прагматический выбор способен принести результат сегодня Понятное дело, что меня изолировали Не просто сняли с выборов, а изолировали Ровно для того, чтобы я не мешал кандидату от власти Вести избирательную кампанию Меня сняли с выборов и посадили А кандидата, которого я поддержал после снятия Его просто сняли с выборов Такого давно не было Друзья мои, вот я освобождаюсь из спецприемника Она представляет интересы полицейских дубинок Она представляет интересы чиновников, бюрократии Поэтому я с трудом представляю, как в этой ситуации с ней можно хоть о чем-то разговаривать Я думаю, что Валерия Косомария нужно просто забиться в угол и стыдливо там сидеть, смотря в пол Да, Илья Яшин стартовал вместе со мной Поэтому я его воспринимала изначально как своего главного политического конкурента Его критика касалась не моих программных предложений Именно не того, что я хочу сделать А она была направлена на какую-то очень черную пиар-компанию Что мне, конечно, очень прискорбно Но в данном случае я разделяю, скажем так, мое личное отношение к тому, что делал Илья Яшин И мое, скажем так, профессиональное отношение к политической конкуренции Я заявила, что я в команде Собянина, за что подверглась жесткой критике Но для меня быть в команде Собянина, это не означает и не синонимично стопроцентной лояльности Я понимаю, что при такой поляризации невозможно выстраивать диалога никакого Поэтому здесь я могу четко сказать, что я сторонник, прежде всего, эволюционных изменений Я не хочу революции, я хочу, чтобы в политику приходили новые силы Но, опять же, те, которые будут настроены на конструктивное взаимодействие Не парламентом единым жива российская политика, да, и не столько парламентом Я буду работать, продолжать в муниципалитете Буду готовиться к следующим выборам Буду общаться с своими сторонниками Буду постараться приносить им пользу на своем месте Паранойкам в Кремле надо понять Если вы не хотите, чтобы люди выходили на улицу Уважайте своих граждан Боритесь с причинами протеста, а не с протестующими Я считаю, что во многом протесты были спровоцированы Как раз нерегистрацией, отказом в регистрации независимым кандидатам И здесь я прекрасно понимаю отношения москвичей Потому что это было глубокое чувство того, что нарушена справедливость Другое дело, что я понимаю, что у москвичей была возможность выйти на согласованные митинги И мы прекрасно видим, что все согласованные митинги заканчивались, как правило, относительно спокойно Поэтому, по крайней мере, не было каких-то гражданских жертв А когда оппозиция проводила несогласованные выступления, то я понимаю, что жертв было намного больше И здесь реализовывался сценарий, который я обозначаю, чем хуже, тем лучше И у меня глубокое ощущение, что оппозиция была заинтересована именно в реализации такого сценария 45-й округ это очень интересная тема, потому что безусловным лидером там является Илья Яшин Он собрал подписи с запасом, но его по надуманным основаниям абсолютно лживым не допустили Но у людей возникло большое возмущение Им попытались как-то протолкнуть приличного кандидата, типа либерального, Касамару Но на самом деле она такая чиновница, просто с типа нормальной репутацией Яшин поддержал следующего кандидата, его поддержал этот же снятый коммунист Его поддержали все другие силы, которые представляют из себя что-то в этом округе И человек по фамилии Яндиев, который не вел никакой кампании, оказался победителем И оказался он победителем именно потому, что люди голосовали против мэрии, против Собянина, против Касамары Дайте я вас обниму или дайте пять Я всех поздравляю, то что мы вчера с вами сделали с умным голосованием Это реально историческая штука Умное голосование, безусловно, это оглушительная победа Но умное голосование, это же не только про Москву Это про всю нашу страну В Хабаровске, например, Единая Россия заняла третье место, проиграла ЛДПР и КПР В Иркутске они там в городской думе заняли абсолютное меньшинство У нас сейчас нет выборов, это факт Но у нас есть процедура, похожая на них И на этой процедуре мы можем делать больно действующей власти Выражать свое к ней отношение Пытаться запустить политический процесс Для того, чтобы следующие выборы уже были настоящими выборами И это происходит не только в Москве Мы собираемся усиливать, расширять стратегию умного голосования Сделать так, чтобы она работала там не в 30 регионах, как сейчас А во всех регионах России Я всегда увлекался политикой со школьных, наверное, лет Я пошел к Алексею Навальному работать Потому что он оказался тем человеком, который занимался реальной политикой Да, меня арестовали за неделю до проведения митинга Чтобы я не мог принять в нем участие Меня обвинили в том, что я написал в Фейсбук И вернем себе право на выбор И за эту фразу меня отправили на 8 суток Я вышел, я еду в автобусе И передо мной сидит женщина Она говорит, я вас узнала, спасибо большое, вы молодцы Политика ворвалась в жизнь людей И люди не могут игнорировать то, что происходит Власть считает, что протест уже слит Они очень много и пристально занимались решением этого вопроса Стратегически они, конечно, безумно проиграли Потому что, желая не допустить раскрутки сторонников Навального на этих выборах Они достигли, как это всегда бывает, прямо противоположного эффекта Теперь все знают, кто такая Соболь Раньше ее мало кто знал Ну, знали большие поклонники Навального А так не знают Кто такой, прости господи, Иван Жданов Вообще до сих пор неизвестная фамилия Ну, Гудковы, да, раскрутились, по крайней мере, еще больше Раньше был один Навальный Такое абсолютно зло для власти Которого можно было одного беспрерывно атаковывать Ну, что сделает один человек? А теперь у него есть огромное количество помощников, претендентов С которыми теперь тоже надо что-то делать И которые получили, конечно, большую раскрутку В этом смысле, как мне кажется, власть безумно проиграла Вот, это, собственно, проспект Сахарова, так называемый На котором исторически проходят все мероприятия оппозиции И здесь, собственно, проходило два митинга Этим летом, 20 июля, на котором было 25 тысяч человек И 10 августа митинг, который пришло 50 или 60 тысяч человек После этого большого мероприятия перестали согласовывать Предлагают вместо этого митинговать в Люблино А это район очень далеко от центра Москвы Вот, а здесь, собственно, каждые выходные Теперь проходили все это вот с 10 августа 17-го, 24-го и 31-го Здесь проходили такие мероприятия, концерты Алексей Алексеевич Навальный доволен Его сторонники довольны Власти нанесено серьезнейшее поражение в Москве Вот, правда, большинство все равно осталось у мэрии Ну и вообще, просто стратегия привела к тому, что в Мосгордуму попали коммунисты и справедливая Россия Которая, в принципе, не так уж и сильно отличается от Единой России Хотя, конечно, в каком-то смысле, наверное, все-таки лучше Активная фаза протестов, наверное, на этом завершается, я думаю Потому что существенная часть людей выходили именно по поводу выборов в Мосгордуму Это было так преподносилось и в этом, в принципе, и было так Хотя это были, естественно, выходы не за коммунистов и за справедливого Россия А за снятых кандидатов, которых так и не допустили на выборы Такого уровня противостояния не было с 2012 года Не было митингов такого масштаба после Болотной Для этого есть свое объяснение Некоторая испуганность общества от Болотного дела Которое было, собственно, таким же, как это по массам беспорядков Но тогда это произошло, оказалось в шок, все впали Плюс Крым, конечно, оказал влияние Но сейчас эффект Крыма прошел на общество И, собственно, вот недовольство происходящем в стране И, в частности, этому недовольству нужен был выход и нужен был какой-то повод Вот он организовался этим летом Остается, конечно, на мой взгляд, более важная тема Тема политзаключенных И в целом, и конкретно политзаключенных, которые появились в результате этого лета Это фигуранты, так называемого, московского дела Которое появилось после большого несколассованного мероприятия около мэрии 27 июля Когда было заведено дело по массовым беспорядкам, которых не было Я надеюсь, что она все-таки не затухнет И люди будут продолжать бороться за своих Четверо из них уже получили сроки Еще несколько человек остаются, ожидают сюда Был задержан также человек за твит на 5 лет Не задержан даже, а уже, собственно, осужден И человек 4 года получил Костя Котов Который просто выходил на мирные протесты очень много раз Егор Жуков, мой друг и мой кандидат Который 2 года в своем видеоблоге призывает к ненасильственному протесту С нами поступают, как с террористами Вы наверняка видели, как Егора вели по залу суда В наручниках с вооруженным конвоем Как будто он боевик какой-то Позор! 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 Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! Большинство из людей, которых вы здесь видите Это основные участники событий этого лета Вот здесь Илья Яшин, Дима Гудков В итоге его тоже не допустили, тоже отсидел месяц Вот здесь Анастасия Шевченко Она еще зимой стала полит заключенной По статье о сотрудничестве с нежелательной организацией Здесь у нас Иван Жданов, 8 округ Тоже собрал подписи, тоже не был допущен Костя Янкаускас, тоже недопущенный кандидат Владимир Милов, вот там вдалеке соратник Навального Тоже вот отбывал административный арест, если правильно помню К самому крупному митингу, вот 60-тысячному Уже все находились в заключении Но посетить митинг хотели, как говорили их штабы И поэтому на митинг притащили вот такие вот фигурки На этих выборах в МГД я вот руководил предвыборным штабом Егора Жукова Я думаю, что когда Егора брали, вот с 1 на 2 августа Власть еще не до конца понимала Что вообще может подняться такая волна За него и за других заключенных Друзья, я прошу вас досмотреть это видео до конца В связи с последними событиями стало кристально ясно Одна часть политической элиты полностью проиграла Она лежит израненная, кровоточит и вряд ли еще когда-либо воспрянет Это хорошо для нас тем, что в целом российская политическая авторитарная элита стала слабее Плохо для нас то, что победили силовики Дело Егора Жукова особенно не своим сюжетом, а скорее той реакцией, которую она вызвала у московской публики Потому что московская публика, она, надо понимать, что очень сильно отличается от украинской Здесь гораздо более атомизировано общество, здесь гораздо более ослаблен рефлекс, что если наших бьют, то надо идти помогать Егора обвиняли в том, что он руководил толпой И по российскому телевидению, и по российским проповедственным телеграм-каналам прошло видео, где некий молодой человек делает вот такие характерные жесты Стоим, идем, прямо, направо И утверждал, что это Егор Это был не Егор, это выяснилось довольно быстро И возник скандал Они выбрали план Б Сейчас Егор находится под стражей по совсем другому обвинению Ему прекратили дело о массовых беспорядках И на него завели дело о призывах к экстремистской деятельности Взяли его записи 2017 года из его ютуб-канала И эксперт ФСБ, который сам по себе очень идиозная личность, сделал вывод о том, что в них содержатся призывы к экстремизму И сейчас Егор находится под домашним арестом Мы опасаемся, что по делу Егора тоже будет очень короткое следствие, которое даже не позволит защите полноценно подготовиться к суду В то же время мы видим, что поддержка не рассосалась, она никуда не делась Егор по-прежнему его судьбой интересуется Благодарительные акции в поддержку его Ну, в первую очередь его, потому что он самый известный из этой группы И других ребят, которые арестованы по тому же делу Проходят флэш-мобы И все-таки у меня есть надежда, что нам удастся его отбить в конечном счете Устроить большое уголовное дело по итогам этих протестов Там, где на пике у нас было 90 следователей по этому делу А по делу, скажем, от эракции в Беслане, годовщина которой отмечается в эти дни, было 62 следователя группы Вот сравните, да? Вот есть восьмой округ, например, там аэропорт, Сокол, Коптево, по-моему, Войковский еще Там кандидат от власти проиграл демократическому, реально демократическому, а не от КПРФ, кандидату Дарьей Бесединой от Яблока Ну, которая при поддержке Яблока шла И после своей победы Беседина сейчас написала, что на первом же заседании Мосгордумы Она будет требовать распуска Мосгордумы за ее нелегитимностью Потому что это все происходило в условиях, значит, репрессий, разгонов митингов, недопусков кандидатов и так далее И я считаю, что многие кандидаты должны это теперь делать Дальше главной повесткой любого политика в России должна быть тема политических заключенных Мне очень греет душу, на самом деле, что люди начинают понимать, что человечность имеет отношение к политике И я, пожалуй, являюсь сторонником того, чтобы создать некий тренд на порядочность Нужно дать людям понять, что если они говорят о правах человека, какие-то антивоенные, может быть, моменты включают в свою риторику Нужно понять, что тогда они получают нашу поддержку, они получают наши голоса Все сферы замыкаются на политической Ты можешь быть прекрасным врачом, который придумает лекарства от рака Но если у тебя в стране плохая политика, тебе просто не разрешат ввести лекарства, ввести компоненты для лекарства необходимые Скажут, что это наркотики У нас, кстати, очень много дел таких уголовных Ты можешь быть гениальным режиссером, театральным постановщиком Но если у тебя плохая политика в стране, то ты сядешь, как Кирилл Серебренников Мы должны изменить плохую политику, чтобы люди могли изобретать лекарства от рака Чтобы они могли делать хорошие постановки в театре, чтобы они могли быть хорошими журналистами И чтобы им за это ничего не было Я не хочу говорить банальных фраз, но фраза, это может коснуться каждого, она максимально подходит к этой ситуации Поэтому нужно, чтобы ни митинги не утихали, ни протестное голосование не утихало Потому что если сейчас все это остановится, то силовики, творящие вот это вот все Они скажут царю, наши методы работают Видите, все утихло Вот мы всех пересажали, запугали, наши методы работают И они получат еще больше полномочий, еще больше финансирования и так далее А если продолжать, продолжать просто стоять на своем, значит террор не работает И с нами придется договариваться Это если коротко Субтитры создавал DimaTorzok